всем приветики давайте запишу сначала влог отсюда то я уже две недели как вернулась домой а все еще не сажусь не монтирую я приехала в синтику геон с подругой встретиться сначала я думала приехать на велосипеде но оставила эту затею так как за три месяца пребывания в россии естественно великом не пользовалась и такие марш-броски а это около часа наверное езды мне до сюда как бы тяжеловаты хоть он у меня и электрические то есть в горку и вообще крутить педали нормально но задняя точка вернее пятая точка она после такого будет болеть невероятно поэтому я сначала привыкну на небольшие расстояния ездить а потом уже вот такие буду совершать забеги и 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 уже как я давно здесь не было что это это фотографирует пойдемте переулками смотрите впереди меня какой персонаж идет какое платье у нее прям как из манго зашла ватикс тоже неплохая модель мне кажется но это больше кеды кеды кроссовки как вам 9 900 как вам и вторые я померила но это уже замша не кожа эти мне кажется удобнее мягче что ли ну смотрите у них вместо языка вот такая вот расселена расщелина как ее называть очень интересная первый раз такое вижу не знаю что делать обе модели по-своему хороши абсолютно разные и по ощущениям но вторые наверное даже будет покомфортнее но они помягче но не могу сказать что я от тех или я или от тех в каком-то диком восторге хотя вы знаете так вот если взять покупки то я последние года вообще редко бывают чего-либо в восторге так не баланс я думала об этой модели но раньше применение примеряла цвет хаки этот такой более коричневатый короче я выбираю даже теперь уже между двумя цветами это 27 с половиной это 28 размер он широковат мне в пальцах но это и хорошо вообще-то больше мне нравится именно как задник смотрится у светлых что он контрастный да а впереди сбоку тоже они ничего такие но впереди эти на осень же смотрю не знаю что делать поздравьте меня с обновкой и угадывайте пока я вам не показала в последующих кадрах что я купила какой цвет смотрите-ка филу открыли здесь не было так теперь я пришла в омута самбо hills и здесь мне нужно посмотреть аромат для дома наверное вот здесь да вот вот это ну это же чистая воды аниме купила я аромат для дома дома покажу попался мне такой продавец такой разговорчивый прям меня уболтал и меня на надухарил чем-то я уже давно определилась что я хочу но вот вежливости но и в принципе бывает что ты как бы не то чтобы терпишь а что-то новое для себя узнаешь позволяя людям но вот я думаю что они там много это не разговаривают что я фразы до конца не дать не договариваю это на b2 ну внизу находится поэтому я думаю что они немножко там скучают какая малышка какая сумочка малышка от это зеленая мне нравится это хлоя слушайте я когда-то в этот вот спортзал ходила в этот голден джим барбакова так решила я прогуляться пешком но столько но сколько меня хватит смотрите какая фото зона там и решила идти через узкие незнакомые еще мною не проторенные дорожки так это фото зона а может и не только фото зона может быть там что-то еще и есть ладно туда мы не пойдем теперь я благоухаю как это парфюмерная лавка вот я обошла это вот это сюда вход с того коридора я ничего бы не потерялась и по нему прошлась красивенько давайте хотя бы сюда за вернем что тут непонятно тут наверно тупик я тут наверно никуда не пройду а не тут же дворик точно я тут когда-то шла пешком ресторан с открытой верандой уже видите тыквы вовсю детская площадка туда идем сейчас ребята самая такая классная погода для того чтобы гулять вечерами по токио просто прелесть если днем еще было жарковато солнце было яркое я прям в темных очках было потому что средний затемненности стекла меня бы не спасли то вечером прям благодать как все загадочно как все хочется везде в каждый переулок залезть водичка интересно куда я выйду здесь если пойду вышла я на дорогу там еще очень веселый квартал мне туда там мужик с большой черной собакой типа ротфеллера я боюсь таких там тоже все интересно там всех хохочут лампа там смотрите какая смотрите бегуны и кто же это такие это люди которые в интернете собираются такие сообщества создают определенные маршруты по которым они бегают есть лидер с флажков впереди и вот они гоняют вот такие развлекаловки то есть одному чтобы не бегать а в группе веселее вот мне кажется очень даже хорошо я за сегодняшнюю за сегодня уже находила свою норму 10 тысяч шагов но я хочу сделать больше 15 а в идеале вообще 20 у меня не получается на данный момент ходить каждый день под не менее 10 тысяч все равно есть никогда дождь либо у меня не очень хорошее самочувствие какое-то либо знаете бывает исходишь в магазин притащишь покупки поделать что-то по дому у тебя вроде там 5000 шагов 4000 шагов уже нахажено нахожено пройдено вот и идти на прогулку вроде как уже и сил то особо нету на полную полноценную прогулку а мой такой трек он как раз таки 10 тысяч шагов чуть больше составляет пройти его уже сил нету а идти на короткую какую-то такую прогулку тоже не хочется заморачиваться поэтому если брать среднюю цифру по неделе или по месяцу она все-таки остается ниже по моему даже 4000 на данный момент кстати надо уже проверить может быть уже и повыше у меня показатели и конечно если я выбираюсь из дома и мне есть все для того чтобы пройти побольше я буду стараться это делать сейчас вот что я хотела сказать queen и чемпион чемпионы что там съемка какая-то наверное господи я на кино попадаю день через день сейчас я иду по аллее и чего это аллея деревьев гинку которая осенью уже в ноябре я думаю это будет они пожелтеют и тут будет очень красиво но и очень сильно пахнуть из-за того что плоды дерева гинку они конечно вонючие по-другому их не обозвать все приветики я решила снять все-таки влог уже из японии отступая от первоначального плана сначала по ходу истории показывать вам видео с россии потому что что-то у меня с монтажом не задалось материала за три месяца раздрузненного получилось очень много и теперь очень трудно спустя особенно перерыв такой монтаже взять себя в руки и что-то путевое из этого сделать и давайте разберем покупки которые я во-первых купила тогда и вчера я тоже ходила здесь уже по своим районам в 100 ешковый магазин хякуян шоп его называют потом в нитере я заходила купила кое-что такие хозяйственные вещи давайте сначала их а потом предыдущие покупки двухдневной давности которые я купила вот такую вот штучку это пластиковый контейнер в принципе здесь ничего затейливого нету но японцы любят специальное что-то делать для приготовления яиц так называемых он сентом аго это наверное более легкая версия приготовления яиц пашот их можно наверно сравнить с пашот только вам не надо варить это отдельно в воде у многих это не получается вот есть такой контейнер сюда вы закладываете яйца заливаете определенное определенной температурой воду на 15 минут здесь по моему даже вся инструкция должна быть прописана как все этим пользоваться и получаете яйца пашот такая штука дальше здесь у меня зателсалась банка этих соломенные грибы это называется они просто в банке маринованные даже их маринадом не назвать они безвкусные здесь просто консервы их надо еще замариновать сделать туз лук для них тогда они будут вкусные дальше но это я купила просто в магазине уже не сто ешьте сто ешьте я купила очень распространены в японии различные такие вещи которые внутри шкафов полок размещают это вот конкретно для посуды типа сковородок металлические короче говоря которые обычно царапают дно ящиков дно каких-то там полок поэтому чтобы чтобы предотвратить это и чтобы при открывании либо там в общем не стучало вся эта посуда они достаточно такие мягкие хоть они из фольги больше это все-таки такая мягкая штука вот дальше маленького формата отбеливатель по-моему это для всего-всего он для одежды это отбеливатель именно от пятен каких-то такая упаковка пошуршала немножко упаковочка были мини салфетки именно влажные в любую сумочку чтобы помещались по моему это очень удобно потому что сейчас я пользуюсь маленькой сумкой и туда вообще мало что влазит и от салфеток приходится отказываться если бумажные ты еще можно засунуть там себе в какой-то карман джинсы например до влажные уже не положь они обычно больше формата а здесь вот такие милые салфеточки мне кажется классно вот еще одна вещь это на кухню называется щамоджи это ложка для того чтобы набирать накладывать сварившийся белый рис его не применять ничего не для чего другого конечно можно там для других каш но так как в японии рис это основная крупа который не едят поэтому такая интересная похоже на теннисную ракетку эта бумага чисто такая знаете баловство сейчас очень популярен вот этот вот мультик японии семья шпиона кто увлекается аниме возможно знают и я купила бумагу это просто бумага для творчества в общем-то никакой смысловой нагрузки особо нет просто смотрю мультик который я только что посмотрела хотя и не любитель аниме вот мне здесь знакомые прислали посмотреть когда дети просят посмотреть думаешь ну ладно буду в курсе эта щетка для маникюра педитюра удобная щетка дамы что-то там можно дальше это мини спонжики опять-таки из-за своего размера и кого личности я решила их купить но это вот маленькие такие спонжики господи мне палец оттуда пролезет вообще притаптывает консилер и здесь у меня фонарики тыквы хэллоуину это бумажный фонарик японский там мини формат вот как-то так подвешивать его можно я думаю что можно его как-то на маленькие лампочки тоже насадить я не праздную как-то особо хэллоуин и вообще практически никогда не декорирую в доме на эту тему но вот что-то захотелось когда сильно соскучишься по дому по японии хочется быстрее напитаться используя всякие такие штуки я кажется это забавно так это из хозяйства но это мелкие такие таблетки растворяя которые растворяются в трубу когда их кидаешь вот здесь вот для очищения от неприятных запахов остатков косметики жира волос и так далее и дела еще вот такой же большой только еще из этой же тематики я какие-то фигурки купила это украсить там ем на свечи обычно стоят электрические такая эта штука а это чисто подставка вообще беспонтовая сделана она конечно не очень вот такая готическом стиле для свечи и эта штука вот более интересная здесь даже батарейку можно вставить а здесь наверное уже есть батарейка у да есть смотреть типа светильника это часть тыквочки и горит она типа как луна здесь череп что такое тоже готическое здесь уже есть эмблемка какая-то тыква не знаю фильм чужой какой-то опять это закорючка следующий пакет давайте сразу начнем с большой вещей это кастрюля но это не простая кастрюля а именно для жаркие во фритюре темпура караги сейчас посмотрим чем примечательно она состоит из двух частей сама кастрюля ее можно использовать сам по себе видите прямо так и написано темпурах ну надо темпура то есть надо это кастрюля темпура вы уже наверно знаете что такое мало того что она черная и накипи гарри вот я попробовала пару раз готовить свои там какой-то посуде это конечно потом оттирать а то и уже невозможно оттереть вот такая она небольшая то есть не надо много масла ли к нее дальше хоть я и редко готовлю такие вещи тем менее вот такой ободок и еще термометр ободок нужен для того чтобы масло когда стреляет в разные стороны не разбрызгивалась да когда вы туда что-то кладете и термометр хорошо отслеживать температуру и еще такую штуку купила я в россии они тоже продаются это чтобы опять-таки при жарке не разбрызгивалась масло по всей кухне ставим пока дальше вот такие штуки я купила это губки именно по металлу и по металлу они хорошо до блеска чистят сейчас я каким-то средством там забрызгала свою раковину металлическую на ней конечно такие разводы пятна некрасивые а эта штука да она быстро изнашивается но она оттирает действенно просто намочил поверхность и ею как наждачкой мелкой наверно проходишься и просто полируешь металлические поверхности и еще одна вещь которая купила внутри посмотреть это просто советский союз я как увидела два нет не уйти без этой штуки нельзя это наконечник на елку у меня елка без игрушек только с огоньками сколько лет я уже лет 15 моей елки вот верхушку такую и купить я просто была обязана понимаете на наш этаж вообще такая ретро такая прям она смотрите она с одной стороны и только ну ладно я думал что она двойная вернемся ко мне да это мои такие вчерашние покупки были хозяйственного плана развлекательный контент и давайте посмотрим то что я купила ранее так здесь у меня аромат для дома аромат для дома один я взяла рефил и это классический их аромат который представляет эту фирму ты таянский бренд мелифиори я пару лет назад наверно услышала его запаха машине и подумала да мне это нравится нашла его он оказывается продавался у нас здесь есть отделы конкретно прям это с древесными такими ароматами и он немного на мужской какой-то парфюм похож я люблю такие ароматы именно таком просто пространстве где вот общая до ливинг то есть зал и второй аромат он был из другой коллекции это же фирма то основная коллекция это какая-то зона зона японцы очень любят кстати в ароматах косметики в каких-то особенно в ароматах ставить номер один номер два номер три по степени популярности у них ну среди японцев именно я выбрала по моему без номера но мне понравился больше всего такая коробка на самом деле и вот такой всего лишь аромат то есть вот здесь вот 30 процентов и кстати на этот аромат либо по моему на всю эту коллекцию там была скидка 20 процентов поэтому мне двойне было приятно что мне и аромат понравился и скидка есть распаковывает вот такая вот бутылочка этот аромат больше мне подойдет для спальни он более нежный более 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 снять штуковину эту потом на цепи пробку теперь надо вытащить она откручивается да ну замечательно потому что штука надевается и сначала надо вставить три штуки все не надо вставлять иначе аромат будет слишком насыщенный да вот он такой легкий парфюм я надеюсь что легкий ненавязчивый хотя в последнее время если честно у меня если раньше когда первый только покупала у меня другой немножко был аромат его сейчас уже нету в коллекции как я поняла он мне показался очень насыщенный приятным ну все как я ожидала долго простоял а последующий рефил когда я купила мне показалось что он не настолько уже активно пахнет и мне прям таки не хватало хоть ей доставляла потом палочки все эти надо чтобы они пропитались а потом их перевернуть тогда аромат раскроется это еще одна покупка и теперь главное зачем я ездила от коробочка заветно это кроссовочки я примеряла сначала васикса потом вообще-то и собиралась именно сюда в нибаланс купить себе именно эту модель я думала какую купить говорила вам голосовать какие я взяла дела и светлые по двум причинам да я собиралась брать именно эту модель изначально на нее у меня были ставки ею даже примеряла где-то начале года зимой и цвет который омерила он был прям такой зеленый хаки именно защитного цвета красивый цвет был все но меня смутило что немного мне вот здесь вот широковато как часто бывает я же мужские покупаю кроссовки здесь же не бывает там 41 размер женской нет такой размерной сетки широкой это уже обращайтесь в мужскую коллекцию абсолютно будет идентичная модель но все-таки вот здесь вот будет широковато тут вот она еще сказать широковато но после того как я отдавила себе в мае по моему я в мае по моему съездила в аэропорт буквально туда-обратно в туфлях кожаных которым уже много лет которые я ношу до периодически не постоянно и я давила себе ногти на больших пальцах ног так что у меня там были гематомы и сейчас у меня эти ногти срастают и почему я не купила те серые которые мне первые понравились в а секс потому что они были пожестче а мне надо было чтоб все здесь было мягенько что пальчики у меня сейчас еще не то чтобы болят они такие мягенькие там нет ногтей они коротенькие очень сильно эти ногти срастают поэтому конечно давление в той зоне каждый раз вот я дело какие-то там свои вот подобные вот этим а сексом надавила пальцы домой пришла и два дня сидела не выходил обши ноги болели реально там около кутикулы там даже кровоточить начало поэтому надо было купить на сезон вот эти кроссовки пши ногти еще будет месяца два-три отрастать сам ноготь может быть длина уже будет достаточная но толщина ногтя там недостаточно он расслоился из-за гематомы поэтому вот эти все слова но вот эти отслойки они еще должны от россия не только сама длина поэтому там займет время с мая вот сейчас уже июнь июль авгу сентябрь и вот октябрь уже четвертый месяц пошел но и говорю что это не менее чем полгода надо чтоб все сросло окончательно поэтому я решила купить на размер на пол размера больше я верила я мерила 27 с половиной это вот как раз таки те коричневые и у них не было 28 размера в японии по сантиметрам размеры идут я попросила любой оттенок он светлый принес 28 чтобы сравнить в размерах до тем не не были маленькими они не то чтобы давили но когда я померила 28 поняла что лучше его взять чтобы было все-таки комфортнее ноге на данный момент чтоб она чтоб пальцы вообще не касались носка нигде не сбоку не спереди пусть будет даже большеватые но я больше не хочу этих отдавленных ногтей конечно намучилась с ними и сандалии по это не поносила когда ногти уже оторвались короче попалась ногтями вот такая у меня была прогулка с такими покупками надеюсь вам это видео было интересно посмотреть немножко улицы не распаковку моих покупок сейчас я сколько я уже недели две чуть больше нахожусь японию уже успела съездить поездку туристическую на один день однодневную без ночевки с нее я выкладывала фоточки instagram stories как всегда в telegram проходите по ссылкам в описании к и к видео и каналу описание канала там всегда есть и в шапке канала там тоже есть кликабельные такие вот иконки то есть сам я выставляю и фоточки какие-то эти отметочки и также статьи стала в для тех у кого есть мой ватсап ну понятно дело не у всех а у всего того кто чисто со мной знаком кто войсапе тоже смотрите highlights он там по-моему называется тоже типа stories вот эти кружочки однодневные там я дублирую то что делаю в инстаграме в telegram все-таки там история ограничена там три штуки только можно либо уже вот постит непосредственно в ленту но вот как-то не знаю мне не хотелось это забивать там и почему же я не монтирую видео все пошло не по плану потому что мне хочется я очень сильно скучала и три месяца для меня это большой срок не быть дома все-таки культура я уже как больше 20 лет не живя в россии все-таки приноровилась к другим да и у меня уже это и мои собственные то чтобы убеждения и ощущения у нас здесь нет таких отпусков да не принято ездить в долгие поездки там на две недели на месяц ездить в россии это норма да и она была советских времен у нас заложено напитаться солнцем там если в кита южные края там или к морю ехали если на море их едят ехать то это от недели и выше даже мои знакомые там ну 10 дней это норма в приморье например на машинах для меня это уже много то есть для меня четыре дня это уже с вот прям достаточно достаточно а уехать на три месяца хоть это и россия моя страна и родительский дом и все такое все равно для меня это тяжело потому что это не твой дом твой дом это вот здесь где твои вещи это не относится кто к тому понятию как мне некоторые там задавали вопросы в россии тоже ну что ты типа а как тогда домой типа ты не собираешься мол обратно то возвращается но имеется ввиду в россии дом там где ты живешь где тебе ну комфортно наверное у меня нет такого ощущения что вот теперь мой дом это япония или вот мой дом все равно остался в россии у меня нет такого ощущения правда вот где я живу там я и живу здесь я хозяйка сама себе да это мой дом все в порядке и как бы наверно это и езду он может меняться в течение жизни а так вот когда люди те спрашивают вот и определи где твой дом где-то себя чувствуешь дома я вот не знаю наверно уже здесь я здесь уже давно и взрослой стала бабушкой стану поэтому вот так и когда ты вне дома 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 находишься ты очень скучаешь уже по дому и когда ты приезжаешь ты понимаешь насколько и хочется напитаться и продуктами и своим пространством своими вещами своими привычными прогулками покупками страной вот в данном в моем именно случае до в городом поэтому мне требуется как бы для восстановления собственного ну я думаю что месяц минимум поэтому я наверное из-за этого не хочу не могу психологически начать монтировать российские влоги возвращаться туда в эту карт в ту картинку это я уже отжилась такое я уж там наелась всего чего можно и во всех смыслах поэтому мне хочется быть здесь кого такие же мысли у кого такие же чувства или наоборот включается пишите как вы это ощущаете где ваше ощущение дома если она у вас бы было было ли ситуация когда вы сами себе задали вопрос а это здесь теперь мой дом или может быть вы всегда жили на вот в одном и то же месте для кого-то бывает что и переезд не просто там в другой город а даже с одного района в другой это уже собой но не то что события а перемена ощутимая перемена в плане ощущения дома видите у меня вообще перемена то такая страны континенты острова классные кроссовки посмотрим как они будут в не в носке единственное что вот на осень я боюсь что хочу джинсы еще сейчас купить такие подлиннее что они будут мараться голубой джинсы так часто бывает со светлой обувью такой даже если она по кожаной тоже красится бывает все все спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на мой канал смотрите другие мои видео плейлистах всегда все прикреплено и увидимся в следующих видео всем пока пока пока